Ну и снова вернемся в Одессу, там продолжают хоронить людей. Десятки заживо сожженных в Доме профсоюзов и погибших в столкновении 2 мая. И до сих пор десятки в больницах, много тяжелых, десятки пропавших без вести. В когда-то шумном и гордом городе теперь говорят тихо, а смеются мало. Как живет сегодня жемчужина у моря или тоже из песни в цветущих акации город? Репортаж нашего специального корреспондента Евгения Рожкова. Спустя две недели после Одесской трагедии ясности больше не стало. Официальные расследования проводятся, но одесситам ничего не рассказывают. Поэтому все, что остается, это приходить сюда, в сожженный Дом профсоюзов, и у тех, кто выжил, выяснять, так что же произошло и кто все это устроил. Звери. Это не люди. Глядя на это, плачут мужчины, вспоминают погибших. И то, как убивали. Борсали бутылки со всей площади. Нельзя сказать, что с какой-то конкретной стороны. Они летели и в крылья, и в окна залетали. Ну и, естественно, в центральный вход. Олег, его имя по просьбе мы изменили, боится показывать лицо. Он смог спуститься по веревке, вышел из огня. Но ему проломили голову на земле дубинкой. Молодчики правого сектора. Мы шли по такому коридору, нас били палками, унижали. Елена впервые после 2 мая нашла в себе силы снова зайти в это здание. Она вспоминает, пока не потеряла сознание от пули, влетевшей в окно, спасалась даже не от огня, а от непонятного газа. Прежде чем они начали поджигать, бросать вот эти коктейли Молоктова, они сначала пустили удушающий газ. Не слезоточивый, а именно удушающий. А Ольга у самого входа на улице видела иностранцев. И прикрывая лицо козырьком, уточняет наемников. Там стояли бутылки, и они с ампл добавляли туда химические вещества. А что за вещества? Кто это были за люди? Они были, один был как афроамериканец вот такой вот внешности. Говорили на английском языке. Наверное, поэтому Фатима Папура с трудом смогла опознать своего сына. И он погиб не от огня. На морге показали его до наложения грима. Ну, страшное. Моя лицо было просто красное. Красное – это был химический ожог. Это не термический ожог. Следователи не стали учитывать даже свидетельства сотрудников МЧС. МЧС, которые говорят, что их целый час не пускали к зданию боевики. Из-за недоверия к власти началось параллельное общественное расследование. И гораздо более энергичное. Только при нас активисты увидели еще одно пулевое отверстие. И заставили зафиксировать его. Это доказательство того, что если это пулевое, то велся огонь снизу. Возможно, кто-то был здесь ранен. Может быть. Только за последние три дня список погибших увеличился уже до 51. Счет пострадавших идет на сотни. А родственников запугивают. Вплоть до того, что не дадут обещанную компенсацию в 250 тысяч гривен, если лишнего сболтнешь. Камбалку берем, девочки. Живая черноморочка. Глосечка камбалка. Легендарный одесский привоз уже не шумит, как раньше. Тут тоже стали бояться. А если и говорить, то в полголоса. То, что делали и делают сейчас в Руганске, в Донецке, в Одессе сделали за шесть часов. Загнали их, сожгли и все. Да, это еще неизвестно. Сказали 48. Но на самом деле там говорят, сколько вывозили, что мама не горюк. Непривычно молчалив и одесский трамвайчик. Маршрут 5-й А. Французский бульвар Аркадия. Где по пути одесская киностудия, где снято столько фильмов про войну. За мои 80 лет я такого впервые вижу. И думаю, что как участник боевых действий, как узник фашистских концлагерей, даже в концлагерях, в концлагере смерти, в котором я находился на линии фронта, такого не было, как случилось в нашей родной Одессе. Одесса в шоке. Одесса напугана. Здесь, в мировой столице юмора, впервые за 30 лет не стали проводить юморину. И центральная Дерибасовская пуста, как никогда. Брезануло это больно по сердцу, чтобы как-то шутить, потому что погибли-то наши местные люди, не приезжие. Курортный сезон уже явно сорван. Сюда просто боятся ехать. Почти пустая Потемкинская лестница и Приморский бульвар, у Платана, который видел еще Пушкина, где почти в одиночестве символ Одессы памятник Дюку де Ришелье. Левой руке держит свиток закону, правой рукой он вас, наших гостей, приглашает, приходите к нам в город. Но город как будто замер. Никто не рассматривает причудливые балконы а-ля Париж, не шутят про Малую Арнаутскую, где шилась вся контрабанда, и никто не играет в шахматы. На местном Монмартре, Соборной площади, говорят про другие партии, как нужно обороняться и от кого. Услышали, что приехали какие-то там, надо, чтобы одесситы сразу. А не каменюки, а морожья. Приходили фашисты. Не бендеры, а фашисты, настоящие фашисты. И все. А бендеры там что там? Они не полезут сюда ничего, потому что они знают, что здесь... А в старых добрых одесских двориках, как в этом, где снималась знаменитая ликвидация, ликвидация, вовсю обсуждают, кто и зачем привел сюда радикалов-националистов. Это ж понятно, делается это не отсюда. Это из-за кордона все делается, чтобы два братские народа убивали друг друга. Чисто украинская поговорка. Когда паны дерутся, у холопов чубы летят. Об этом тоже подумала. Паны остаются панами, а холопы умирают. Вот так и здесь получилось. Почему? Потому что затеяли это же не наверняка, не люди, которые просто живут. И не пенсионеры, которые там погибли. И не молодежь, которая еще в жизни-то в принципе ничего не понимает. Их просто использовали. Чисто использовали. Вот и все. Все, как всегда, знает дядя Жора. Известный в Сеодессе раздельщик рыбы на привозе. К нему заходили на разговор и Карцев, и Жванецкий. Так вот он разглядел. События на Украине задумали за океаном, а не здесь. Машина работает военная. Надо, 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 надо. Тот напечатал доллары. Думали, а-а-а, разбомбят Сирию. Вот это новые доллары. Они печатают бумаги. А у них же за тушой ни хрена же нет. А зачем им Украину? Ну, такой плацдарм. Выпасы, море, все, на это, оружие, все. И ближе потом идти на... И там устроить. Рядом Белоруссия. Все, и пойти, аж дойти до Тихого океана. Вот и памятник легендарному Леониду Утесову в городском саду, где раньше стояла очередь, чтобы присесть и сфотографироваться, теперь тоже пустует. Трагедия 2 мая как будто поделила историю Одессы на до и после. И где искать ее потерянную душу, даже для одесситов, большой вопрос. Есть город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как дорог у Черного моря, откроившийся мне, в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у Черного моря. Евгений Рожков, Станислав Назаров, Алексей Карпухин, Станислав Петров и Лев Сергеев. Вести о неделе. Одесса. Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Откроет